Привет! И снова с вами Алмагуль. И вы смотрите очередной выпуск программы «Сильные Духа». Сегодня мы вам расскажем о необыкновенном человеке, которого знают все. Он весёлый, задорный, жизнерадостный и очень энергичный. Но сегодня мы узнали другую сторону его жизни. Мы побывали у него в гостях. Давайте посмотрим сюжет. Серёжа, расскажите, а как начинается ваше утро? Вот, как говорится, вот чашечка чая, вы приехали, мы разговариваем, да? Вы мне скажете, как утро? У меня утро начинается с молитвы. Я сначала просыпаюсь, да, там, как говорится, свои процедуры, потом молитва, и потом уже идёт завтрак. Именно таким образом ты начинаешь утро. Это приятно, это комфортно, и у тебя весь день идёт таким образом. Ты чего пожелал, то тебе и пришло. Да, Серёжа, вы правы. Ваше рождение, появление на свет, каким оно было? Для любого человека момент рождения – это момент истины, момент такого откровения. В моём случае это было непростым. Так получилось, было сразу видно, что у меня конечности маленькие, и я необычный ребёнок. И мои родители с высшим образованием, они так это не растерялись, всё нормально. Почему я сказал с высшим образованием? Потому что именно врачи им это уже сказали. «Вы люди, вы ещё молодые, ну первый ребёнок, оставьте его, его судьбу решит государство. Вы ещё себе родите, как говорится, пусть он останется. Не ломайте себе судьбу, как бы, люди с высшим образованием, такая молодая пара, и всё же себе загубите, вот такая политика была». Они, даже, даже, там мама, конечно, плакала, что таким образом оскорбили, да, их чувства оскорбили, их вот эта любовь, папа документ какой-то там составил, как я помню, он написал письмо, какое-то там, ну заявление, что всё ответственность за то, что произойдёт со мной, он несёт, несут они сами. И забрали меня домой. Да, и вот сам процесс того, как я, почему-то я уже сильно не вникал, я тяжело. Пошёл я почти уже после двух лет, я в основном только ползал, ползал и передвигался, всё, как вот я сейчас сижу на попе, передвигался, так вот, как это, да, вот это, потому что вот именно несоответствие конечностей, баланс нарушался в теле, и очень долго. И первые шаги я делал самокатом, у меня папа сделал самокат, и я вот первые шаги, мне надо было, чтобы от чего-то отталкиваться, я ходил вот именно с самокатом. Да, и вот этот момент, когда уже теперь дальше, я когда выяснял, я сильно болел. В смысле, болел как? Температура была, и реально. Это сколько лет тогда вам было? Вот, это всё начиналось от рождения, от рождения, и где-то примерно до трёх лет. Как сыр плавился, вот вы, наверное, их никто не поверите, да, сколько температура белок сворачивается, у меня была температура постоянно 40, и меня прямо вот, правильно, маленького ребёнка, да, льдом, прямо льдом обкладывали, льдом, прямо во льду, чтобы сбить температуру, не обтирание, а я во льду был, это на полном серьёзе. Самое основное, что интересно, я очень способный был, и я в 4 года уже букварь прошёл, букварь прошёл, и уже даже читать начинал. А с вами кто занимался? Мама, мама, мама занималась, да. А кроме вас ещё есть дети в семье? Как вы уже слышали, я старший в семье, я самый первый ребёнок, у нас было бы ещё больше детей, потому что двойняшки погибли, сестрёнка 18-летняя в ДТП, и братишка в 12-летнем возрасте, как влияние в голову. На сегодняшний день у нас осталось трое. Я старший, средний братишка, 79-го ему, и ещё младшая сестрёнка, ей вот она подросток, где-то лет 13-летний сейчас. Вот такая ситуация. И как раз хотелось бы вот именно объяснить, я же сейчас психологию изучаю, я задался вопросом, почему вот как-то вот дети гибнут? Вот это хорошая тема, я вам сейчас расскажу её. Я это уже теперь из того, что я вижу, из того, что я слышу. Дети болеют и гибнут там, где пытаются взрослые наладить отношения за счёт того, что сами не знают, как вопросы решить семейные, и ищут выход, да. Но это если где-то в скандалах или в недоговаривании, нету согласованности, нету гармонии, дети болеют. А ребёнок болеет для того, чтобы привлечь внимание родителей. Я это сам помню и знаю уже из своей жизни. Когда ребёнок, допустим, дома скандал, какие-то такие негласные такие идут ситуации. Да, ребёнок сразу заболевает. Для чего заболевает? Он привлекает внимание для себя, чтобы родители объединили усилия вместе и боролись за его выздоровление. И когда ребёнок видит родителей вместе, они переживают, они там что-то пыхтят, дышат, да. Но чем чаще они ругаются, тем чаще ребёнок болеет и сближает их. Он пытается спасти. Даже в утробе матери ребёнок даже это делает. В смысле, ребёнок, это же ангел, на самом деле ребёнок-ангел, но взрослый не придёт значения, что не придёт, вот вы, допустим, что там 2-3 минуты, Владуша, давай поиграем. Это вот кто сейчас, этого никто не делает. У меня сколько вот, скажем так, друзей, знакомых, ребят, ну это же недолго. Поверительский ребёнок, давайте Владуша поиграем. Пазлы там, да что угодно. Лото, шахматы, кстати, делал там где-то у меня шахматы. Шахматы, это логику развивает. Надо детям помогать. Сейчас грузят их до 5 класса, столько информации им дают, что они, не они учатся, взрослые учатся. Сейчас в школу ходят не ребёнок, а взрослый. Уроки делают все взрослые. Вы все прекрасно знаете, не будем врать, не будем лицемерить. Дети сейчас не учатся. Дети сейчас от 1 класса до института толком никто не учится. Сейчас будет посещаемость? Хорошо. Сдал задание? Хорошо. Кто как выполнил, понимает ребёнок? Есть у него или какое-то мышление? Да. Сергей, а я знаю, что у вас есть дочь. А вы принимаете участие в воспитании своей дочери? Ну, они в другом городе живут. Три года как уже разведены. Конечно, конечно, участвую, поддерживаю, встречаюсь. Она приезжает ко мне. У них своя семья, всё замечательно. Там гармония своего рода, как они того хотели, дай бог. А я, да, встречаюсь. Да, вот в этом случае меня это спасает, что вот я в такой, допустим, военной крестине, да, и вот здесь интернет меня спасает. Я даже где-то там уроки подсказываю, где-то мы разговариваю. И когда мы ещё были вместе, жили вместе, успел научить, я в шахматы её научил, шашки. Да, я успел это всё сделать. И мы, ну, конечно, я, видите, 26 лет в этом году исполняется, как я, в четверть века, как я проработал с детьми. И понимая, что именно общение с ребёнком даёт и тебе развитие, и ребёнок становится счастливым. Надо учиться у детей. Казалось бы, вот вы скажете, как можно учиться у ребёнка? Я только у детей учусь. Взрослый, он уже сформированный. Всё. Он уже шаблонно мыслит. Он уже всё, вот он уже идёт, вот она дорога. Всё. Ребёнок, он развивается. Вот до формирования, до 14 лет, до 12 лет, он формируется, он закидывает идеи, у него какие-то там сказки, какие-то там фантазии. Да, он врёт. Но он врёт во благо. Взрослый врёт за то, чтобы спасти себя. Взрослый врёт для того, чтобы спасти себя, ребёнок врёт во влага. Он не понимает, чего это приведёт. И он поэтому фантазирует. Даже это не враньё, это такая какая-то фантастика и какая-то сказка. И надо правильно это распознать. И самый такой основной момент. В советское время, я буду всегда на протяжении этой передачи, подчёркиваю, что было в советское время, что было сейчас. Да, сейчас жизнь облегчили, но отсутствует общение, мультипликация, сказки, художественные фильмы. Они настолько современные, что брать оттуда, ну, практически нечего детям. О взрослых я не говорю. У взрослых информации больше. У детей какие-то сейчас стали в интернете такие вещи, там, я не буду даже называть, не то самое, уродливые такие-то изображения. Замысла нету в этой идее. В советское время был везде замысел дружбы, патриотизма и любовь. Это в каждой, вот любой мультик, любая сказка, эта тема затрагивалась всегда. Это затрагивалась всегда. И это тоже погубно действует на наше воспитание детей. Вот таким образом. Расскажите о своей юности. Это очень такой интересный момент. Я расскажу историю. И эта история, одна история, даст и взрослым, и детям много ответов, у которых сейчас нету ответов. А я дам ответ. Так получилось, что мои родители отправляют меня к тёте. На север Сургут, Пытьях, Тюменская область. Это было в советское время ещё. Мне было 14 лет. Представьте, две пересадки. Это Новосибирск и Тюмень. Один, сам. Я маленький рост. Это я вот тоже, опять же, с момента психологии. Тогда я не задумывался. А я сейчас стал задумываться, потому что вот сейчас, да, вот ваши дети, кто-то из дома выйдет. Куда ты там? Где ты там? С кем ты? Пять-десять минут. Чё с тобой? Почему я не звонил? Тут только за двор вышел. Уже нету доверия, что куда он там. Изнасиловали, убили, раздавили. Непонятно что. Так, чему я сейчас это говорю? В то время родители знали. Они воспитали, сформировали человека. Я уезжаю. Телефонов нету. Да, я мог телеграмму дать. Доехал. Всё. Звонить куда? Телефонов не было. Только, мам, папа, я доехал. Да, всё. Что со мной там творится? Я же не буду, как сейчас вот по отчётности, сговорить по каждой минуте. И очень важно, с какими мыслями родители отправляют вот из дома ребёнка. Что они о нём думают? Доверять надо. Верить надо. А когда нету доверия и веры, ребёнок уже идёт и находит те приключения, которые родители программируют ему в голове. Связь мамы и папы настолько сильна. Никто не подозревает об этом, я вас уверяю. Никто не знает, что эта связь настолько крепка. Даже... Это, думаю, что, прежде всего, зависит от воспитания. Нет, 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 я об этом речь. В смысле, связь, вот в смысле, взрослый подумал, ребёнок выполнил. В смысле, мы несчастье детей приближаем сами. Не доверяя ребёнку, что так, мы вот воспитание в любви, формируем мы его дома. И когда ты его воспитал, и ты уверен, так, всё нормально. Не нож ему даёшь, чтобы он там защищал себя, а вот здесь уверенность ему надо дать. Не для самозащиты на тебя нападут, а уверенность. И он тогда не будет на эти приключения нарываться в жизни. Я этот случай, почему рассказал, что я когда-то, когда-то в детстве съездил. Я реально, я съездил, я там подружился со всеми. Мне казалось бы, смотрите, или вы выйдете в общество, или я выйду в общество. Ко мне-то придираться больше будут. И подопнуть, и там за шкирку взять. И, ну, сами понимаете, допустим, две страны проехать, да, две республики проехать. И вообще прекрасно съездил. Я знаю, что вы работаете в цирке. Но был один случай, что вас приглашали в Италию, но вы отказались. Почему? В 2002 год фестиваль «Шабыт» в Астане съездили, хорошо выступили. Я был режиссёром цирковой студии. Прекрасно, мы диплом получили. И заметили, итальянцы, прям реально сказали, меня вызывали малышом. Вот этого малыша мы бы хотели бы у себя в Монте-Карло это видеть там, ну, посредники были. Я приезжаю с такими новостями домой, говорю, всё, замечательно, хорошо выступили. В Мариновку приезжаю. Папа говорит, Сергей, у нас такая проблема возникла. У твоей сестры Антонины. Муж пьёт, сильно пьёт. Там уже не есть ни света, ни воды, ни газа, ничего. Всё пропивается, надо, чтобы ты помогал. Кроме тебя никому. Ты старший, ты сильный. И мне пришлось всё ломать. Я там мечтал собрать деньги, построить цирк в Толокургане. Мне пришлось, да, бросать всё это и сюда переезжать, наводить порядки и вот помогать сестре. Сергей, расскажите, с какими трудностями вы сейчас сталкиваетесь на данном этапе? Где такие ситуации, которые болезненные? Первое, это по поводу суда, слава богу. Было областной суд по поводу этого жилья. И как я и просил, чтобы нам по-честному поделили пополам со своей сестрой. Чтобы половина мне, половина им, потому что всю свою жизнь я суда потратил, улучшал, всё сделал. И слава богу, областной суд решил, что всё-таки как есть, как есть, в мою пользу. Второй момент. Это вот проект, который я создавал. Это цирк в Талдургане. Я думаю, параллельно учёбе, когда я буду заканчивать, я найду меценатов, наверное, мы будем искать. И в Талдургане будет цирк, будет то место, где дети придут и будут себя чувствовать прекрасно. А я буду там их удивлять, радовать своими программами. Каждый раз новыми, новыми. Я думаю, это произойдёт. Как бы там ни было. Я хочу пожелать вам удачи в этом. Это обязательно. Спасибо вам. Да, это будет. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Я хотел бы пожелать взрослым. Смотрите на детей. Почаще смотрите. Обнимайте их. Обнимайте и говорите им побольше ласковых слов. Вам всё это вернётся. И вам вернётся с таким большим авансом, что вы потом будете всю жизнь знать, что у вас есть любимые дети, которые любят вас, помнят, почитают. Спасибо, Серёжа, вам за приятную беседу, за чашку чая. Я очень рада была с вами встретиться. Субтитры подогнали Симон.